Это итоги недели в студии Максим Кембель. Здравствуйте! Далее коротко о главном. Доступные цены, оздоровительные путевки и обновленные жировки. В Беларуси изменен документ о возмещении расходов на ЖКХ. Кто заплатит по полной? Зерно на вес золота. В Могилевской области Донстарт посевной. Мы понимаем, что в этом году будет востребованность на продукты питания. Какие планы у аграриев? Молочные реки, творожные берега. Бобруйский филиал Бабушиной Крымки завоевал награду на международной выставке Прот-Экспо. У нас положительная динамика по всем производственным показателям получилась. Что пополнит ассортимент. Лес по дереву плачет. В Беларуси пройдет экологическая акция. Также на памятных местах, на захоронениях воинских могут быть организованы и памятные аллеи. Сколько в Могилевской области вырастет деревьев. Современная классика с оттенком богемности. В Пицца Браво открылся новый банкетный зал. Свадебное торжество, юбилеи, дни рождения. Какой тренд покорил итальянцев. Как по нотам. Учащиеся школы искусств имени Текотского стипендиаты президентского фонда. Определенно индивидуальный подход, поэтому это показывает большие результаты в деятельности этих ребят. Как стать маэстро. Новый раунд «Винный кризис» и «Голубой гигант». Ученые открыли самую древнюю звезду. Как далеко от нас ровесник Вселенной. Новая традиция союзного государства. Президент вручил награду лауреатам премий в области науки и техники. Признание получили шестеро белорусов и столько же россиян. Заслуженное внимание как оценка совместной работы в создании инноваций в области космических технологий и дистанционного зондирования Земли. Александр Лукашенко подчеркнул, ученые вместе стоят на страже национальной безопасности. Мы будем увеличивать союзные проекты, но будем их приземлять. Фундаментальная наука всегда была важна, но нам прикладная сейчас крайне необходима. Вот то, что вы делаете, это нам крайне необходимо. На этом идеологическом фронте вы главные бойцы. Потому что идеи, не свойственные нашему славянскому менталитету, а порой губительные для нашего духовного развития, экспортируются к нам извне, прежде всего с технологиями. Поэтому вы, исследователи, разработчики, должны быть хотя бы на шаг впереди. О новой странице союзной истории белорусский лидер рассказал и своему российскому коллеге. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся после мероприятия. Союзный роминг, производственная кооперация, продуктовая корзина. Март продлил госрегулирование цен на социально значимые товары. Что в списке? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Март продлил госрегулирование цен на социально значимые товары до 29 июня. Под особым контролем 29 позиций. Мука, крупы, хлеб, мясная и молочная продукция, яйца, подсолнечное и рапсовое масло, овощи и фрукты. Напомним, стоимость на эти продукты не может увеличиваться больше, чем на 0,3%. В Беларуси изменен документ о полном возмещении расходов на ЖКХ. Раньше за некоторые виды коммунальных услуг не взымалась плата, если человек не находился по месту жительства больше 10 суток. Теперь это правило не будет действовать для граждан, которые не платят налоги и выехали за рубеж более чем на 30 дней подряд, начиная с 1 марта этого года. Исключение – лечение за границей. Малому и среднему бизнесу предлагают объединиться с крупными компаниями. Предприятие так снизит экономические последствия санкций, а частники смогут расширить портфель своих заказов. Общими усилиями будет решаться и одна из важнейших государственных задач – импортозамещение. В Беларуси России отменили плату в роуминге. Ранее между странами были значительно снижены тарифы. В связи с этим увеличилось количество входящих вызовов в полтора раза, исходящих – в два. Также абоненты стали чаще обмениваться СМС-сообщениями и пользоваться интернетом. На лето в белорусских санаториях забронировано более 60% мест. Особый интерес наши здравницы вызывают у россиян. За последние две недели реализация путевок увеличилась вдвое. Стоимость одного койка дня в стандартном двухместном номере – меньше 70 рублей. Пусть земля будет щедрой. На полях Бобруйского района отметили праздник первой борозды. Старинный обряд засевки дал старт посевной кампании в Могилевской области. Региону предстоит высадить почти 400 тысяч гектаров яровых культур. Увеличили площади под гречиху, кукурузу и картофель. А задача номер один – Карина Гуревич. Праздник первой борозды – одно из главных событий для тружеников села. В этот день на полях Михалевской Нивы встречают администрацию области, города и района, руководители сельхозпредприятий. По традиции перед началом посевной проводят старинный обряд. Семена попадают в землю из рук почетных гостей. Итак, посевной дан старт. У Михалевской Нивы наполеоновские планы. Во-первых, хозяйство готово к освоению нового. На полях засеют 100 гектаров гречихи. Плюс в этом году сельхозпредприятий объединилась с схемой агро. Территории увеличились на 3000 гектаров. Расширился парк техники и штат. Зарплата людям должна быть тоже достойная, правильно? Если человек сегодня у меня работает 12 часов, у нас здесь 10-часовой рабочий день, но по согласию работника и 12 работают, чтобы заработать. Михалевская Нива засеет почти 3000 гектаров яровых, около 200 гектаров бобовых и свыше 300 гектаров однолетних трав на корм. Для проведения кампании в оптимальные сроки все готово. Техника отремонтирована, люди рвутся в бой. Главное, отмечают в хозяйстве, бережно относиться к ресурсам. Ячмень прошел проверку на качество. Инспекция подтвердила, зерно чистое, без примесей и даст хороший урожай. В планах у хозяйства засеять 600 гектаров полей и получить больше 2000 тонн продукта. Экзамен на прочность начался. Здесь важен каждый погожий день. Самое главное сейчас для аграриев поймать ту влагу, которая есть в почве. В Могилевской области предстоит посеять почти 400 тысяч гектаров яровых культур. Более 220 тысяч – это площади подозимые. Их в сравнении с прошлым годом увеличили на 5%. Мы понимаем, что в этом году будет востребованность на продукты питания. И мы делаем все необходимое, чтобы их было в достаточном количестве. Не только для Могилевской области, для республики, но и в целом для того, чтобы мы смогли продать за рубеж. Беларусь полностью обеспечивает себя продовольствием. Чтобы так было и впредь, АПК уделяют особое внимание. В этом году аграрии должны произвести 9 миллионов тонн зерна, 700 тысяч тонн рапса и 5 миллионов тонн сахарной свеклы. Задача номер один – провести посевную качественно и в срок. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. От проспекта Строителей до Советской. В Бобруйский капитальный ремонт в этом году сделают в 19 многоэтажках. При составлении списка учитывались срок эксплуатации, генеральный план застройки и главный критерий – техническое состояние. Абгрейд коммунальщики проведут также на Ульяновской, Минской, Интернациональной, Октябрьской, Гоголя, Пушкина, Ленина и Аджиникидзе. Изменится не только внешний вид домов, но и их начинка. Мы планируем, согласно плану, утвержденному, выполнение работ по ремонту кровель, инженерного оборудования в части замены, канализации, отопление, холодного горячего водоснабжения в подвалах жилых домов, затем ремонт фасадов, входов, подъезды, установка поручней, пандусов, а также ремонт отмостки. Всего в Могилевской области планируют отремонтировать более 400 тысяч квадратных метров жилья. Это 133 многоквартирных дома. Молочный фурор. Бабушка Накрынка завоевала почти четыре десятка наград на московской выставке Прот-Экспо. Два золота Бобруйского филиала. Ассортимент порядка трех десятков номинований. Вне конкуренции 10% сливки и 6% ультрапастеризованное молоко. О секретах производства Татьяна Гурбач. Татьяна Сныткова, как никто знает, в чем секрет вкусного творога. Своему любимому делу женщина посвятила 25 лет. Бабушкина Крынка стала для нее вторым домом. Здесь, в 12-тонных котлах-коагуляторах, под ее чутким присмотром, из молока рождается нежный и полезный продукт. Мы руками ничего не делаем. Мы только можем наблюдать, смотреть, открывать люки. Все остальное делает компьютер. Мы задаем температуру. То есть технологический процесс идет. В сутки здесь производят от 12 до 14 тонн творога в различных модификациях и упаковках. Лодочки, брикеты и хит-продаж – пакеты по 400 грамм. Плюс сметану, молоко и коктейли. Ассортимент порядка трех десятков номинований. Ежедневно тут перерабатывается до 170 тонн сырья. Но главное не объемы и количество. На первом месте качество. Ставка на натуральность. Особая гордость предприятия – 10% сливки. Даже после термической обработки сохраняются все полезные вещества в продукте. Поскольку розлив производится в стерильных условиях, сливки могут храниться до 4 месяцев. Вкус порадует даже самого обрискательного гурмана. Молочная продукция торговой марки «Бабушкина крынка» проходит строгую систему контроля в трех лабораториях. Проверяются микробиологические показатели, температура, кислотность. Тестируется каждая партия. Лабораторный контроль осуществляется в течение всего технологического процесса. Начиная с лаборатории приемки молока, включая радиологический контроль. И далее контролируются все стадии промежуточного процесса. Перед тем, как продукция выйдет на прилавки магазинов, она проходит финишный контроль и получает допуск. В 2015-м на заводе прошла масштабная модернизация. В оборудование вложили свыше 36 миллионов евро. Но на этом не останавливаются. В ближайших планах установка линии «Эколайн» для производства коктейлей в куршинах. Также собираются удивить покупателей новинками. Выпустить не молоко на основе растительных компонентов, а еврейский домашний сыр «Коттедж». В общем, идут в ногу со временем. Полностью обеспечивает потребность четырех крупных районов. Это город Бобруйск, Глузск, Кировск, Личев. Общий объем реализованной продукции в сутки составляет 45 тонн. Продукция стабильно реализуется. Все заявки на сегодняшний день выполняются 100% в полном объеме. Вкус и качество бобруйской молочки ценят и за пределами страны. Первое место у России – порядка 90% экспорта. Только в феврале туда отгрузили 45 тонн продукции. В списке покупателей – Китай, Армения, Казахстан, Грузия и Азербайджан. География поставок с каждым годом расширяется. Предприятие открывает новые рынки сбыток. Сравнивая 2020 год с 2021, можно отметить, что у нас положительная динамика по всем производственным показателям получилась. То есть переработку молока мы увеличили до 108%. Также увеличилась производство цельномолочной продукции до 112%. На днях бобруйские молочники привезли награды с международной выставки «Портэкспо-2022». За вклад в развитие пищевой промышленности отмечен почетной медалью директор завода Сергей Козлов. Два золота завоевали 10% сливки и 6% ультрапастеризованное молоко. Это как раз тот случай, когда по поводу белорусского вкуса действительно не спорят. Татьяна Горбач, Максим Галеонко. Итоги недели. В поисках правды в Абрусском краеведческом музее открылась новая экспозиция. Она посвящена геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной. Выставка представляет собой приказы, схемы, карту расположения еврейского гета и снимки, на которых изображено, как расстреливают мирных советских граждан. Коллекцию планируют расширить. Если это просто какие-то фотографии, сделанные в оккупированном городе, и какие-то воспоминания сохранились, и просто люди даже не думали, что это представляет какой-то интерес, да, поэтому мы обращаемся. Можно принести и подарить это городу, музею, да, в дар передать. А можно просто для временного экспонирования, то есть мы можем отсканировать, вернуть людям. В год исторической памяти по-особенному важно открыть реальные факты о геноциде белорусского народа. Предметы и снимки военных времен принимают по адресу Комсомольская, 40. Зеленый свет малому бизнесу. В кафе «Пицца Браво» открылся новый банкетный зал на 30 человек. Живые цветы, роскошные люстры, уютный камин. Приватизации помещений помог горы с полком. Предоставил рассрочку на два года. Татьяна Горвыч распробовала вкус итальянской кофейни. Средиземноморский флёр – часть фирменного стиля, который сразу замечаешь в кафе «Пицца Браво». Изысканно оформленные стены и столики создают атмосферу настоящей Италии. Меню самое разнообразное – от салатов до десертов. По вкусу придется и взрослым, и детям. Наше заведение готово предоставить больший ассортимент пицц. У нас больше 40 видов их. Мы готовы предоставить как и детальянские, так же мясные и с морепродуктами. Каждая пицца готовится вручную, готовится по факту. И в течение 10-15 минут. У исключительного качества выпечки есть свой секрет. Кулинарному мастерству пиццменов обучал итальянский повар. На кухне идеальная чистота. Многие процессы автоматизированы. А всё, что изготавливается руками, делается с любовью. Устроить шумную вечеринку с диджеями и отлично зажечь на танцполе – не проблема. Здесь созданы все условия. В кафе готовят угощения и для застольей. Их проводят в новом стильном, просторном и торжественном банкетном зале, рассчитанном на 30 человек. В приватизации помещения помог горисполком. Предоставил рассрочку на два года. Вы можете провести в нашем банкетном зале свадебное торжество, юбилеи, дни рождения, устроить романтический ужин своей второй половинки. Это заведение – отличное место для бизнес-ланча. С полудня до трёх здесь подают комплексные обеды. Каждый день новый ассортимент. Цены демократичные. Гостей здесь готовы удивлять не только кулинарными шедеврами, но и новинками итальянских баров и кофеин. Кофе с женьшенем – не просто модный тренд. Этот удивительный напиток повышает иммунитет, улучшает кровообращение, дарит бодрость и даже способствует похудению. Такая чашка обойдётся в 5,5 рублей. В городе создан благоприятный климат для успешного развития бизнеса. Пицца «Браво», а вместе с ней и почти полторы тысячи частных организаций, и более пяти тысяч ИП – лучшее подтверждение. Предпринимателям в Бобруйске горит зелёный свет. Татьяна Горбач, Максим Галеонко. Итоги недели. Рисуем будущее в зелёном цвете. В Беларуси пройдёт неделя леса. Экодвижения, приуроченные году исторической памяти, стартуют 9 апреля. В Могилёвской области деревья высадят на площади свыше 3,5 тысяч гектаров. В прошлом году к акции в Бобруйске присоединились более 800 человек. Было посажено более 460 тысяч саженцев на территории 85 гектар лесного массива. Акция предусматривает собой не только посадку леса, но и уборку леса. Также на памятных местах, на захоронениях воинских могут быть организованы и памятные аллеи. Стать частью важного дела может каждый. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Там выдадут необходимый инвентарь и посадочный материал. Президент подписал распоряжение поощрения талантливой молодёжи. В числе стипендиатов 7 учащихся школы искусств имени Текотского. Только в прошлом году юные виртуозы завоевали свыше 100 наград на престижных конкурсах. О чарующем звучании Ольга Васинда. Игорь Урбанович оттачивает технику игры на домре. Струны инструмента начал осваивать ещё в 6. В свои 15 мечтает о зарубежных гастролях и работе в оркестре. Больше всего, говорит парень, в него верят родители. Они постоянно поддерживают в этом плане. Если я иногда, может быть, не хочу заниматься, у меня нет сил, то они меня настраивают на это. Я беру и занимаюсь. Музыкант показал блестящий результат на международном конкурсе «Паруса мечты». В нём приняли участие свыше 200 талантов из Беларуси и России. Игорь Урбанович стал лауреатом первой степени в номинации «Инструментальное творчество». Ансамбль «Усмешка» в школе искусств образовался только в этом учебном году. Юные маэстро играют на фортепиано, цимбалах и домре. Конкурс международного уровня для них – дебют и сразу удачный. Инструментальное трио стало лауреатом третьей степени. Для детей это очень интересно, для маленьких. Игорь действительно всё время участвует в каких-то конкурсах и занимает призовые места. А для малышей – поехать в Минск, выйти на сцену, для того, чтобы их там все видели. Было очень волнительно и страшно. Но они справились, молодцы. Всего здесь обучается около тысячи детей. Школа славится девятью образцовыми и народными коллективами. Занятия проходят в 12 отделениях по театральному и музыкальному направлениям – от виолончели до флейты. Белорусская дулочка здесь появилась совсем недавно. Музыкальный инструмент изготовлен из дерева, что придает звучанию особую мелодичность. Чтобы научиться играть, понадобится не один год. В 2021-м вертузы заявили о себе на 114 международных конкурсах. Участвовали также в республиканских и областных. В копилке свыше 700 дипломов. Плюс первое место в городе за достигнутые показатели среди детских школ искусств. Всем к ним однозначно определенный индивидуальный подход. Поэтому это показывает большие результаты в деятельности этих ребят. В прошлом году нашим детям из многодетных семей было присвоено звание стипендиата президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. Им была вручена материальная помощь. На этом успехи музыкантов не заканчиваются. Поощрение фонда президента накануне получили сразу семь учащихся. Ну а прием документов в первый класс начнется уже в начале мая. К тому же 6 числа детская школа искусств, названная в честь белорусского композитора, народного артиста СССР Евгения Текотского, отметит 95-летие. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Французский напиток, массовая авария, пустые полки. Число голодающих в мире может вырасти на 13 миллионов человек, кто уже столкнулся с проблемой. Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Новый раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле. По итогам Москва сокращает военную активность в некоторых направлениях. Киев же потребовал гарантии безопасности. Президент Турции отметил, страна готова организовать встречу глав государств. По оценкам ООН число голодающих в мире может вырасти на 13 миллионов человек. Уже осенью возникнет дефицит зерна. Продовольственная катастрофа грозит ряду стран Северной Африки, а также Ирану, Судану и Йемену. А в Италии цены на хлеб в некоторых магазинах уже достигли 10 евро. В США на трассе столкнулись почти 60 автомобилей, в том числе несколько грузовых. Машины таранили друг друга на большой скорости. Три человека погибли, около 20 травмированы. Причиной массовой аварии стал снежный шквал, затуманивший видимость. Французское виноделие на грани исчезновения. Стоимость топлива выросла почти вдвое, картон подорожал на 40%. Некоторые виды бутылок попросту невозможно найти. Сфера пострадала еще в начале пандемии, но производители надеялись наверстать упущенное. Однако покупательская способность в Европе продолжает снижаться. Ученые НАСА открыли самую древнюю и наиболее отдаленную от Земли звезду. РНДЛ – ровесник Вселенной и возник сразу после Большого взрыва. Его свету потребовалось почти 13 миллиардов лет, чтобы достичь нашей планеты. А сам голубой гигант уже давно мертв. Такими уходящиеся дни увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин